Спасибо. Что касается университета, мы сразу понимаем, какая сейчас боль для многих, потому что часть территории оказалась не под контролем наших силовых правоохранительных органов. Естественно, это не дает возможности начать учебный процесс всем высшим учебным заведениям, которые находятся на занятой территории, в основном Донецк, Горловка, Макеевка. Принятое решение мы на прошлой неделе, как раз этот вопрос обсуждали в правительстве, обсуждали с министром образования, договорились о том, что мы делаем все возможное для того, чтобы все студенты, все преподаватели переехали в другие вузы. Мы обеспечиваем им бесплатное проживание, мы обеспечиваем выплату пенсий, стипендий. И по специализации они даже не будут, всех пожелают, переехать. Для этого создаются несколько центров, куда будут переезжать. В основном у нас Донецкая область, Лориополь, Кронокорс, Славянск, Запорожье, Кривой Рог, Венеция, мы сейчас рассматриваем Киев, Львов, Тернополь, Ивано-Франкуст, Чернавцы. И на тот момент, пока окончательно не будет там мирная жизнь, и не будет полной безопасности, студенты будут учиться сейчас в других городах. Другого решения, к сожалению, в данном условии невозможно обеспечить, потому что здание, вы, наверное, знаете, того же Донецкого университета было занято. Никто не планирует там проводить какие-то учебные процессы, да и очень опасно. Поэтому предрешение всем вузам и техникумам переезжают. Есть вопрос, конечно, по школам, окончательно пока решения нет, и это пока является очень большая проблема для руководства городов, для руководства области и страны.